Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я Марина Лацко, преподаватель с 30-летним стажем. И сегодня мы говорим о втором мифе о раннем введении английского или другого иностранного языка. Этот миф выглядит примерно так. С русскоязычными родителями ребенок никогда не заговорит на английском. Этот миф легко опровергнуть, если вы встречали семьи, где родители на улице говорят с ребенком на английском, но между собой эти родители говорят на русском. То есть это у нас либо ситуация искусственного лингвизма, когда один родитель, один язык, то есть ребенок обращается к маме, допустим, только на английском, к папе только на русском. И тут все понятно. Но если мы будем говорить о тех случаях, когда родитель не очень уверен в своем языке или уверен, но не знает, как донести его до маленьких детей, маленьких, может быть, даже студентов, мы говорим о преподавателе, то тут все достаточно просто. То есть тут надо осознавать, если у вас есть какие-то ограничения в вашем языке, в вашем уровне, то просто используем базовые простые конструкции и добавляем слова по методу chaining, то есть мы берем одну конструкцию, допустим, this is, и можно на этой конструкции говорить просто часами все, что вокруг вас находится. Это достаточно простое, скажем так, не требующее уровня сетью владения языком. То есть любой родитель, который хочет, чтобы его ребенок говорил на английском, он может помочь своему ребенку достичь достаточно высокого уровня, если он делает правильные шаги, соблюдает правильные условия. То есть обязательно речь, чтобы речь откладывалась в мозгу любого человека, маленького, побольше, с маленьким гораздо проще в этом плане, потому что у них опять до трех лет работает контекст. То есть ребенок собирает речь и смысл из всего окружения, не только из языка. То есть поскольку природа наградила детей до трех лет таким замечательным механизмом, этим, конечно, грех не воспользоваться. Поэтому в чем родители должны быть четко осознавать, какой пункт. То есть если они знают, что у них есть некоторые проблемы в языке, и, допустим, они не знают конструкцию Present Perfect Continuous, но не надо ее использовать. То есть говорим простыми конструкциями. Говорим простыми конструкциями, и тогда ребенок, даже если он и не выйдет у вас, конечно, с вашим только языком на какой-то высокий уровень, по крайней мере, он не будет бояться использовать язык. Но вы четко должны помнить, какие у вас могут быть ошибки. То есть вам в идеале, если вы хотите с самого рождения, допустим, своего ребенка, вводить ему иностранный язык, в идеале проконсультироваться с более опытным преподавателем, чтобы вам просто оценил ваш уровень языкового развития. Потому что вы должны понимать, если у вас есть какие-то ошибки, как называется still that mistakes, которые уже в речи всегда присутствуют, и вы должны просто избегать этих конструкций, где у вас есть такие ошибки, или говорить опять проще, или запомнить это и использовать сами для повторения. Например, когда мы решили вводить испанский язык, а у меня, конечно, совсем не на уровне, и дочке было уже года четыре, уже было. И она вместе со мной, здесь я не знала какое-то слово, совершенно без проблем мы с ней вместе шли, гуглили его, узнавали это слово, вместе его произносили, это был очень интересный опыт. Вот поэтому никогда не будет, что вы чего-то не знаете. Если это ваш собственный ребенок, просто скажите, let's find out what is this word, и идете, смотрите перевод или звучание, это очень интересно, вместе изучать какой-то новый язык и давать какие-то знания. А также существует огромное количество людей, прям огромное, я не брала выборку по количеству процентов населения, но много людей, которые уже вдруг осознают на каком-то периоде, то есть дети уже совсем не маленькие, уже детям больше четырех, даже больше пяти лет, они вдруг понимают, что они хотят вводить еще один язык. То есть и дети достигают буквально за два года, правда, если мы непрерывно говорим на английском, дети достигают совершенно изумительных результатов, как будто они начали с рождения. Поэтому все, что у нас идет в дошкольный период, это совершенно замечательный период, особенно когда ребенок еще не задает вопроса, зачем мне это надо, или воспринимается, мама не говорит так, или начинает плакать. То есть мы должны подготовить, естественно, почву, если мы хотим это делать. То есть все равно до того, как вы вдруг захотите вводить иностранный язык, второй, но еще были не уверены в себе, вы все равно читаете книги, читаете книги на английском языке, рассматриваете картинки. То есть книги, мультики – это наше, конечно, все. То есть никогда ничего не бойтесь, дошкольный период – самый благодарный период введения иностранных языков, если не с рождения, если не билингвально, то есть с ней мама один язык прекрасно может достичь все равно удивительных результатов. Опять извините за мои частое обращение к собственному ребенку, но просто мне очень… Это как бы эксперимент в развитии, эксперимент от нуля и далее. То есть если даже у нее были периоды, когда она говорила, «Мама, не говори так!» Прятала уши, не хочу слушать, не говори так, еще не понимая, что это, как языки называются, что это вообще такое, почему мама говорит так, то вот в нашей ситуации, допустим, вот сейчас ей 9 лет, и сейчас она просто не замолкает на английском языке. То есть я уже говорю, «Пожалуйста, давай по-русски». Потому что у нее наблюдается, при переходе на английский, очень часто такое вторичная языковая личность, то есть как это выглядит. То есть она перенимает как бы языковые паттерны, то есть языковые, звучание, мелодику тех людей, которых она слышит на видео. Например, она любит смотреть, если дети уже более старше, чем два года или полтора, то мы уже, конечно, можем давать им видео по интересам, англо-нативные каналы, которые просто вам рассказывают. Например, она у меня смотрит Lego, как Lego собирают, или Silvanian Families. Она открывает, смотрит, после этого сидит, просто не замолкает ребенок и говорит с ума. Сама переигрывает те же ситуации, которые она только что видела. То есть ее языковой аппарат уже достаточно развит, и был момент, когда она очень стеснялась разговаривать со своими билингвальными друзьями. Ей было неудобно. Она забывала достаточно много слов. Был такой момент. То есть несмотря на то, что она слышит английский с детства, вот примерно года полтора, года полтора-два, у нее был момент, когда ей казалось, что она ничего говорить не может, что она меня спрашивает, самые простые слова. Теперь она переводит прекрасно папе. Все, что он спросит в каких-нибудь играх, говорит сама. То есть прогресс неостановим. И поэтому я хочу сказать, что даже небольшие дозы языка каждый день всегда ведут очень хорошим результатом. Поэтому никогда не задавайтесь, читайте книги, разговаривайте даже простым разом. Это все будет в огромный плюс вашему ребенку. И вам будет весело проводить с ребенком время. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok